С витрин аптек пропали ценники на медикаменты. Этот маркетинговый ход применила одна из крупных фарма-сетей России. Теперь, чтобы узнать стоимость лекарства, надо обратиться к фармацевту. В справочной службе аптеки сообщают, что в течение месяца будут установлены электронные табло с информацией о цене. Ну, конечно, неудобно. Но вообще-то можно... Мы обычно как приходим и спрашиваем и про лекарства, и она одновременно цены говорит. И даже можно и выбрать по ее словам. Ну, это, конечно, некомфортно, потому что я, когда выбираю какие-то лекарственные средства, хожу по аптекам и в первую очередь смотрю на ценники. То есть, где мне выгодно, карточка какой аптеки у меня имеется. Если там нет ценников, у меня, конечно, будет очень много вопросов к фармацевтам. Если они заняты, то я пойду в другую аптеку. Очень плохо. Я в такой аптеке брать не буду. Я даже и внимания не обращала, что у них там есть или нет ценники. Я пользуюсь вот интернетом. Я редко хожу в аптеки, поэтому мне как-то все равно, что ценники, что без ценников. Все дело в том, что в пункте 19 правил продажи отдельных товаров, которые регламентируют информацию на ценники, произошли изменения. На сегодняшний день допускается указание цены не только на ценники. То есть, ценник может отсутствовать. Может быть, цена указана на табло. Может быть, электронный какой-то носитель, где бегущая строка стоимость товара указывается. Да, наверное, это дань моде, что на сегодняшний день есть цифровые технологии, есть возможности предоставить больше информации на этих цифровых табло. Будет ли удобен, то гильчанам такой подход к торговле лекарствами покажет время. В любом случае, у каждого есть выбор приобретать лекарства в аптеках с традиционными бумажными ценниками или современными электронными. Продолжение следует...